Когда речь идет о рисовании, то вы сами контролируете свой рабочий процесс. Не имеет значения, ходите ли вы в художественную школу или рисование для вас хобби. Вы можете достичь прогресса только одним способом – безустанно борясь с собственными слабостями. Может быть, ваша слабость в том, что вы плохо рисуете машины, или не можете соединить голову и шею. В этом видео я покажу упражнение, которое поможет вам справиться со своими слабостями. Упражнение очень простое. Выберите то, что вы обычно не любите рисовать, и повторите это сто раз. Спешить вам некуда, поэтому вам важно привыкнуть к незнакомой и нелюбимой работе. Вот первая моя страница с сотней рисунков. Тема, которую я выбрал – это не анатомия, это было бы слишком общим. Я выбрал руки. Еще точнее, руки в естественных позах. Каждый раз, когда я создаю иллюстрацию, именно руки у меня отнимают больше всего времени. Пришло время это исправить. Чтобы набрать материал, я посмотрел несколько экшенов и сделал скриншоты, на которых изображены руки. Они станут моим материалом для работы. Вы можете также использовать фото своих друзей, но мне кажется, именно в фильмах можно найти отличный экшен. Вы работаете только для себя, вы вряд ли будете показывать эти изображения кому-то еще, поэтому сосредоточьтесь на структуре. Постарайтесь, чтобы вас ничто не отвлекало. Смотрите внимательно и думайте о форме. Когда я только начинаю свою сотню рисунков, в течение первых десяти я просто обвожу контуры со скриншотов. Это отличный способ развить объект на простые формы. Куда проще привыкнуть к рисованию сложных объектов, если представить их как сумму простых форм. Как только я обвел несколько изображений, я обозначил номер рядом со своим изображением. Полезно также работать со стопроцентным масштабом изображений, чтобы вам не пришлось мысленно его увеличивать. Шлифовка своих навыков – процесс нелегкий. Это упражнение полезно тем, что вы собираетесь из своей зоны комфорта и оказываетесь вынуждены бороться со своими слабостями сто раз подряд. Это упражнение полезно тем, что вы выбираетесь из своей зоны комфорта и оказываетесь вынуждены бороться со своими слабостями сто раз подряд. Но помните, вы сами контролируете свой процесс обучения. Никто не заставляет вас делать подобные упражнения. Так что никто не знает, в чем же ваша слабость. Так что я советую вам выбрать что-то, от чего вы бежите как от огня, и нарисовать это сто раз. Удачи! Продолжение следует...